в защите, Штокер еще одна доигровка Хасема на Ривера попадает в площадку таким с виду неказистым ударом да, как будто бы он перебивал через блок перекидывал касания блока наверное не было, просто попадает он чисто в площадку а это Хантарена тоже его перевод вправо хорош бразильский связующий Трентон на подаче неприятный уже планер довольно очень точно его принимают и хорошую атаку организуют Ривера снова Ривера, да на Северос уже из зоны второго номера вот оттуда ему кажется даже удобнее должно быть нападать ну, его руки, естественно иначе Тит со стороны бьющей руки не надо пропускать его через все на другое плечо подача ваут подача ваут, но в общем подача-то была хороша явно нацелена туда, куда попал мяч туда и подавал ну, тут расчеты, конечно, оттуда пределы в площадке интересно, что в матче против Модена предпочитал Хосемену Ривера в основном укороченную подачу, как мы помним делал это довольно удачно против Трента он наоборот подает довольно агрессивность силовую ну, это, видимо, следствие того, как была разобрана игра команда Трента специалистом ватиной если там есть статистика о том, что они хуже принимают я имею в виду, принимающих Трента хуже принимают силовую, чем планер живых корочен игровочная атака прекрасный пайп наша передача Рафаэля ну, естественно, очень кличная атака фонторены сегодня мы, наверное, будем много видеть таких довольно красивых моментов раскованно будет чувствовать себя довольно Трента поскольку соперник ниже их классом и вот такая игра на результат ну, не очень сильно над ним будет давать несмотря на то, что побеждать, конечно, надо можно одну партию даже проиграть будет а вдруг, кстати, мы не согласны вдруг они захотят больше выиграть ну, куда они, как бы, успели убедиться в сюрпризе в финале же захотели ну, пожалуйста с таким блоком тяжело соперничать хотя я думаю, что Владин не случайно такой хорошо заряженный настроенный на игру вышел в общем, они тоже понимают, что ну, проиграют, проиграют в общем, нормально а если выиграют вообще просто героями сезона ну, как говорится, нечего терять они тоже играют большим удовольствием тем более, что впереди у них есть не менее важный для них а то, возможно, еще и более перспективный финал за третье место да, я так думаю это, конечно, только мое предположение не более того, что специалисты, да и игроки, наверное клуба Андреоли и Златина Двумето держат как раз вот тот самый финал за третье место в большей степени чем питают надежды на победу в этом финале Даниэль Депандис в принципе справляется с подачей Османи Хуан Торены а Якуб Ярыш задней линии атакует и успешно отыгрывается от рук блокирующих ваут будет момент в замедленном повторе что, хорошо, мимо тройного блока и в линию влажаем вот Энрика Честерна попадает ну, то есть попадает, но все это Берарелли тоже довольно неприятный планер планер улетает в аут Либер успевает отдернуть руки в последний момент вот теперь на подаче Ярыш который, кстати, является лучшим подающим но от именно вот этой стадии плей-офф в регулярном чемпионате лучшим подающим был Ван Тореном сейчас таковым является Ярыш Показывает он это Вполне, да, вполне он оправдывает элементы, которые ему сделали 13 эйсов уже было на его счету вот это вот 14 ну, не эйс, а очку с подачи у нас вот волнуют именно вот эти чистые очки с подачи вне зависимости от того, попали ли они сразу в поле или ушли от рук куда-то в аут вон там выбрал в качестве жертвы Козейский или Хван Тореном не могу разглядеть куда-то, кажется, между доигровщиками попало Козейского Козейского причем и первая подача была в эту же точку точную точку с приемом, который Козейский практически не справился мяч у ЛТ, что его нельзя было достать на поле Матей здорово начал матч в нападении но приемом что-то не получается Ну, знаю, мы за ним такой грешок небольшой, когда не всегда надежно действует Козейский на приеме На самом деле, на данный момент уже вот на месте Козейского находится запасной резервный доигровщик Филиппа Ланца И Ярош опять атакует в задней линии И все на его подаче 4 очка, по-моему, есть не 5, да, выиграла Владина Лидером ушла на второй технический таймаус первой партии 16-12 Небольшая купюра Ну, собственно, она совсем небольшая Просто вырезали сам технический таймаут из франометража трансляции Вот теперь Филиппа Ланца попадает в блок команды Латина Это был Кармелой Житой и Данилия Соттеля Между прочим, связующий Довольно быстро произошла вот как раз эта замена-то игровщиков Козийского на Ланцу И Ланца тоже успел ошибиться Которую нам с вами в очередной раз не показали Вот обратную замену не видим Ланца уходит Поля его ничего не дал Его, во всяком случае, команда Ярош сам остановил свою серию Хотя она была впечатляющей Стокер Стокер будет сегодня стараться Наверное Установить собственное достижение Закончится эпизод Я вам расскажу Буанторен успел ударить Сам себя подстраховать С трудом от очка выиграна Волейболистами Трента Даже кажется Произошло касание Верхнего Края сетки Блокирующей Меладзины Штокер продолжает Подавать А так вот О достижении Которое может установить Ян Штокер Если он подаст Берет 4 очка С подачи В этой игре То Установить достижение Вот за 2 года Выступление За 2 сезона Выступление За Трента Количество очков Набранных Им Именно с подачи Будет составлять 300 Считающее Достижение Если он Состоит Силы Прокас Пока что Края справа Набирает очки В атаке Набирает форму Чешский Доигровщик Вот именно К решающим Стадиям Плей-оффа Еще в лиге Чемпионов Он выглядел Не столь убедительно Как сейчас Хотя и тогда Их соперник был Классом выше Казанский Зенит Вчера там Тем не менее Простите Вы наверное Оговорились Сказав Доигровщик Да Действительно Конечно Чешский Диагональный Я думаю Что все Это понимают Не более чем Поговорка Станкович Вы простите Станкович Журич Хорош Хорош Перевод влево Не перевалится Может на эту сторону Ну собственно Готов был И Сотли Подобрать Если бы Оборвался На сторону соперника На сторону Влатина Была в середине Сезона Травма Дмитера Джурича Травма Голеностопа Полученная В матче Лига чемпионов Против Смолик И с тех пор Немножко Поплекло Его игра Вроде бы Даже в нападении Он вернулся На прежний уровень А подача До сих пор Не возвращается В начале сезона Он подавал Заметно Более Эффективно Рафаэль Неожиданно Переходит На силовую Какой-то силовой планер Получился С короткого Замаха Стремительный Мяч летел Если бы Попадал В площадку Я думаю Что там Никто даже Нашелохнулся Не понимаю Еще влатина Это очень Неожиданно И получается Конечно Такая подача Зависит Это конечно От того Умеет ли игрок Преподносить Это вот Столь неожиданно Да У Рафаэль Получается Хорошо Ну а при счете 17-21 Насколько я понимаю Тайм-аут Трента Может быть 17-20 Посмотреть На действительной Ситуация Уже становится Довольно напряженной Концовка партии А игроки Так Щедро Денису Не сказать Что они Спустя рукава Действуют Мы сейчас Про волейболистов Трента Просто Латина Очень хорошо Выглядит В этой первой Партии Теперь следует Быть внимательным На подаче Хосе Мунурио Риверы Не вести Силавай И укороченное А есть еще Вы были правы 21-17 Был счет Сейчас Устанется 21-18 Но по-прежнему В пользу Латина Ривера Торена Не смог Это Достать Хотя В общем Сделал Очень хорошо Пытался Вернее Сделать Трой Мерфи На подаче Запасной Диагональный Поманда Вытаскивает Вытаскивает Практически С той стороны Не с той стороны Конечно А над самой Сепкой Повис После приема Казийского Ему уже Смогу Пришлось отвечать За свой Не очень Качественный Прием Старой блок Там он успел На первого Игрока Первого Темпа Подняться И на краю Супел Казийский Нападение Безупречно Практически Страховки Дюрич Нахватило Выраска Просто Старания Но обман Был хороший Ярош На одном Блоке Обман Это В общем Высший Пилотаж Счет 24 19 Такое Неожиданное Развитие Событий В пользу Латиной Ярош Наподача Ситуация Вот это Караул Для Трента Подарил Подарил По крайней Мере Дал Вздохнуть Болейболистам Трента Ярош Что Что На подаче Узло Янов Как будто бы Фортуна Знает О том Что он Близок К установлению Собственного Достижения Какой-никакой Все равно Есть Подач Не Тайм-аут Берет Сильвана Пранги Естественно Ситуация Такая Кстати Сильвана Пранги Ну Мы уже В прошлый Репортаж Говорили Что это Один из Метров Итальянского Волейбольного Тренерского Цеха Двадцать Восьмое Его Участие В плей-офф Итальянского Чемпионата Ну С разными Командами Естественно Страшно Представить Сколько он Вообще Сезонов Провел В итальянском Чемпионате Играет Не все Его команды Ходили В плей-офф Сперва Потом То конечно Он Тренировал Только призных Лидеров А тем временем Атака В сетку Кармел Жит Это был Играл В нападении Первым темпом Низковато Конечно Передача была Рискнул Даниэля Соттеля Решил сыграть Зону Ну Рискнул Правильно Рискнул Хорошо Но Качество Выполнения Передачи Двадцать Два Двадцать Четыре Пользую Аттеном Даниэля Депандис Принимает Якуб Яр В нападении Блокирует Его Трента В предыдущем Эпизоде Соттеля Рискнул И не угадал И Наверное Просто Подсознательно Завысил Немножко Передачу Она еще Получилась Такой Отведенной От сетки Ярошу Было довольно Тяжело Атаковать Против организованного Блока Еще Одна Атака Блок От Яроша Еще Сравнялся 24 24 И уже Занервничали Конечно В люболисты Латин Вообще Я думаю Что Занервничали Не Сейчас А Наверное Два Очка Там И Назад Я думаю Что Давайте Не будем Говорить Под руку Что Определенно Совершенно Сегодня 300 очков Своих С подачи Наберет По-моему В этой Партии Уже Два Два Очка С подачи Прием На самом деле Есть И подачи Не настолько Сложные Просто Принимающих Уже Руки Опускаются Когда Они В состоянии Соответствовать Нападающие Неуверенно Ну а тут Судьи Фиксируют Ошибку При выполнении Второй Передачи У кого-то Из Волейболистов У Хуан Торена Не понравилось Что Хуан Торена Пасовал Так В сторону Вбок Прямо Перед собой Не понравилось Суде Там Действительно Немножко Глубоковато Правиль В руках Вполне Возможно Ставить Под сомнение Решение Таких Уппенхаббидов Верритория Сан-Паула Тайказийский На подаче 26-26 После ошибки Болгарского Доигровщика На подаче Как-то неожиданно Получилась Самая Заключительная часть Первой Партии Такое Количество Ошибок Все Началось С того Незабитого Мяча Первым Темпом Булатин Жигадло Выходит Для выполнения Подачи Оказалось Чего Там 24-21 Один Съем И все Воследнее Молодь Она встала Трент Вкус Крови Почувствовал Запах Крови Напрасно Скидал Хосе Мануэль Ривера В данной Ситуации Зато Скидывать Не стал Османи Хуан Тарена Ривери По-моему Не очень удобно Там атаковать Было Легша Все-таки Мяч был Такой Тесный К рукам Блокирующих Ну как бы то ни было 28-26 Трента Впереди 1-0 На ваших экранах Османи Хуан Тарена Кстати говоря Он тоже может Сегодня Добиться Серьезного Впечатляющего Результата По крайней мере Набрать В атаке Тысячу очков Если Его результативность Составит Больше 6 На 7 очков Хватает Числа в тысячу Результативных Атак за Трента В основе Трента Второй партии Начинает Резервный Доигровщик Филиппо Ланце Заменил Матея Козийского Который В принципе Неплохо Сыграл В нападении Забил 2 очка Из 3 попыток Вот Но Довольно Неудачно Сыграл на приеме Как мы помним И сумел Сумел Тут не совсем Подходящее слово Допустил 4 ошибки На приеме Вот как раз Это некачественная игра На приеме Причем не только Матея Но и Всей командой 6 ошибок На приеме Было В первой партии Трента И предопределило Вот такой непростой Характер Этой партии Тогда как В нападении Они сыграли Очень здорово 61% Нападений Трента Это говорит Конечно О силе Нападающих И о хорошей игре Связующих При Неровном И заурядном Приеме Такая высокая Необходимость В атаке Мне кажется Специально Для этого Взяли В трент Рафаэля Для того Что он бегал За всеми Этими Плохими Приемами Один из самых Подвижных Связующих В современном Волейболе Латин опять Уходит В отрыв 3-1 Уже Во второй Партии Очень так Оптимистично Настроена Эта команда И из очков Уже У Якуба Яроша Дима все Они были набраны Еще В первой Партии Сколько Близистейшие Нападения Играют Правда Надо отдать Должное Связующих Плохой Конечно Создает Пока Превосходное Свое Создает Превосходное Свое Для атаки Яроша Яроша Бет Сетку По-моему Кажется Якуб Так и не Оправился Пока От Сот Афа Не успел Сыграть В защите Далеко Он оттянулся К задней Ни Технично Обман Хороший Валиболисты Старшего Поколения Ну Очень Старшего Поколения такие обманные удары валить чайник за траекторию валют это уже был штокер но из зоны четвертого номера сегодня он везде успевает и везде успешен я на заряженную игру да не это понес на приемах это кармала жидко показал что его атака задела трос в она еще успела задеть и перорели перорелли досталось по рукам это вот как раз от боковой поверхности рук с правильного ракурса нам показали этот эпизод а сейчас берорелли в атаке без упряжек на опережение блока согрел вот смотри только поднялся опять и передача перорелли на подаче со мной ривера но подстраховывают это атака просто ударить но еще и практически выиграть на тройном блоке пришлось ему играть передача была такая аварийная водительная передача была и штуком блокирующий как еще и что вообще сегодня очень много радости устойчив разговаривает именно со своим центральным блокирующим перерывы между партиями такой наблюдали не очень доволен сточек а может быть да и какие-то именно корректировки отдельным игрокам не все так хорошо знают андреаса фракаса вот в особенности поскольку вот наверно в плей-оффе многие ожидали все-таки видеть украинца андрея дичкова в основе латины украинского легионера доигровщика так получилось что травм он получил тема площадке совсем другие игроки пока тоже превосходная атака просто на загляденье хорошо сегодня играю в центре сетки команды честер первый технический тайм аут у второй партии 87 пищу в пользу латин и еще одна маленькая купюра после технического таймаута мяч вводил в игру вера в данной ситуации ревер мне кажется так до конца не решил какую подачу он будет выполнять не укоротил не подал сильно как она как он это умеет но прием тем не менее оказался такой сбитый несколько практически из зоны третий и четвертый пришлось пасовать сотили разбираются с расстановкой игроки трента имеют права не обратиться судил точнее кто должен сейчас подавать сейчас подавать фраккас филипп ланца в защите доигровка была от фонтарены вторая попытка шутка фирм 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 девять восемь тренд уже ведет иногда кажется что после таких ударов сейчас продемонстрировал фонтарен если мяч попадает в блок то следующий раз уже просто не захочется прыгать блокируешь правда так сильно бьют игроки я же поймали на рано с дюричем на динку антаре дюрич уже даже не успевал он так имитировал но я рожь конечно уже очень напуган этим мощным блоком трента 10 8 уже трента ведет рико честер снимается все-таки первый темп спасает латину что будет когда не будет у них вот такого хорошего приема будут играть на край как раз основной это крайне у нас ярыш очень большие проблемы вот так умеет атаковать шурищ греческий греческо-боснийский гигант успевший поиграть и диагональным тут как раз такой с положительной стороны довольно интересует его атакующую мощь атакующие возможности еще и возраст волейбольным но если не юный то по крайней мере очень перспективно всего 23 года ну конечно есть ему куда расти может он очень сильно любит на блоке многому научиться просто короткий я не знаю не спектакль не спектакль но вот такая миниатюра в исполнении фантарена вот смотрите он бьет бьет невероятно совершенно выше блока мяч улетает в аут трента просто жалко не показали нам до конца трента там всячески выражает радость потом вдруг они понимают что судья отдает мяч с соперником тут же мгновенно разворачивается на 180 градусов на лице совершенно не понимание ужаса судейской ошибки и в следующую же секунду он поднимает большие пальцы адресу их обеим судям обоим судям знак признания от того что согласен с его решением но в этом эпизоде конечно забрались во всем суде не в этом а вот в предыдущем как раз о котором мы говорили было там все таки касание микроскопическое совершенно но сам фонтаре плацовский матея кайзийский он на площадке играющий капитан депандис здорово играет на приеме атаку якуба яроша подняли в защите фонтарен играет в доигровке 14-11 уже ведет трента эта партия складывается за них для них заметно более ну они в общем за дело взялись посерьезнее конечно и плюс ко всему Ярош явно пока не в своей тарелке не знаю сумеет он в этой игре по крайней вернуться вот уже видимо не сумеет на площадке уже находится на позиции диагонального трое мёрфи под одиннадцатым номером резервный диагональный США этот игрок 89-го года рождения видели мы его в первой партии выходящим на подачу выполнил он вроде бы один рейс посмотрим мы теперь как он играет нападение Берарелли выигрывает 16 очко нет не 16 я поторопился немножко это Латина взяла тайм-аут след за заменой своего диагонального очень правильно пранде сделал потому что вот это люковый Яроша тут сейчас на площадке немного травмировать его и дальше нет смысла вообще просто совершенно таял наоборот он наверное пытаться привести в чувство и вернуть в игру мне мне кажется такие не успехи Яроша именно против трента были в чем-то предсказуемы потому что невысокие нападающие с агрессивным стилем игры против такого блоков всегда им будет очень тяжело но вот диагональный другого типа может быть уповающий на высоту съемы или более техничный имели бы гораздо больше шансов против трента а теперь в блок попадает и Хосе Мануэль Ривера это игровщик Латина и второй технический тайм-аут когда я вам сказал про невысокого Яроша действительно для диагонального 195 это совсем немного тоже пока не очень но еще не действует Вентарена сыграл в защите на задней линии Филипп Ланце атаковал из зоны четвертого номера мы не успеваем никак разглядеть этого игрока действительно Ланце это был удачно вошел в игру молодой игроковщик Тренто 91-го года рождения этот игрок повезло Мяч коснулся Сепки но мяч был немножко наверно не сковаться для Кармелы Житто Апасовал ему уже резервный связующий Мишель Гемар наверное так должна произноситься его фамилия связующий 83-го года рождения итальянец заменил он Даниэля Соттелем более опытного основного связующего команды Иван Апранди пытается защупать игру своей команды что-то заменить да говорят волейболисты за этот обман связующему нужно я не буду продолжать что сделать вот как какую отличную передачу отдал сейчас иммунолия Берарелли назад это игровщика замечательную я имею ввиду игрокам не по сути не по сути другой волейболи специальности первую замену которую первая замена которую нам показали коллеги с итальянского телевидения Мегалабин вышел нападающий Мегалабин сразу ему пришлось атаковать атаковал ну удачно вместо кого он вышел этого мы пока вам не скажем потому что сами не убили Сатириус Портеллеон тоже новый ну относительно новый по крайне мере вот для второй партии перепадатель не впечатляющий не впечатляющий план у каплеона на приеме был Дела Лунга заменил он Османи Фонтарено не стоило не стоило подавать в того игрока который специально выходит на заднюю линию для приема на 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 он, по-моему, не выиграл ничего, но и не проиграл, а вот сейчас за пределы поля. Я вот зато не хочу вам даже так сказать, на первый взгляд, что в большей степени предопределило такое преимущество Трента в этой партии. Кстати, перерыв в Латину. То ли очень сильная игра Трента, то ли полностью разрушенная игра их соперников. Видимо, и то, и другое. Это, конечно, Латина довела до такого состояния мощи, такую еще мощную, дающую силу блока голиболистов Трента. Абсолютно спокоен. Я думаю, что Сильвано Прэнди, в общем, тоже. В очень серьезных надежд на победу в этом матче он вряд ли не пытал. Еще раз повторю, наверное, в Латине в большей степени даже интереснее будет финал за третье место. Больше по силам, наверное. Наверное, для Латины сейчас любая выигранная партия, любой выигранный эпизод – это уже такой успех небольшой против такого Гранда, тем более как Трента. Все мы, наверное, знаем, что Сильвано Прэнди отлично может тренировать и более серьезные коллективы. И, скорее всего, в следующем году ему доверен тренировать такой коллектив, поскольку придется играть в Латине, такая почетная обязанность представлять Италию в Еврокубках. А если команда выступает в Еврокубках, то всегда происходит некое усиление этой команды. Наверное, останется на пост, скорее всего, и Сильвано Прэнди, который привел ее к такому успеху. Ну, вот это такая, по-моему, это мёшка. Да, американский диагонал на своих позициях. Хороша была. Первая, правда, выигранная очко. Сжигадло выходит на переднюю линию вместо Рафаэля. Видимо, это усиление блока. Сжигадло заметно выше своего коллеги. Хотя вот что там усиливает, да, при счете 24-13. В защите играет Штоккер. Улетал мяч явно в аут. Теперь Филипп Ланц сыграл в защите. Сам же выигрывает. Неужели попал? Удивительно. Ланц сегодня очень удачно вышел вместо Матея Козийски. Ну, а таким образом, вот на этой атаке Ланце 25-е очко выиграно было лидерами и волейболистами Трента. 25-13 и 2-0 Трента впереди. Так и не смогли, волейболисты Латины, прийти в себя после поражения в предыдущем. Начинается третья партия, подача и Латины. Ривера. В другой команде по нескольку человек, калисательно одновременно поднять мяч. Очень расторопным оказался действительно Филиппа Ланца. Барри-то, в общем, можно было и не бежать. Ланце просто... Ланце мяч в руки падает. Но, тем не менее, Лидера прям как-то. Барри-то на 100%. 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 Смотри-ка, сейчас так... Вот такая подача, но идеальная. Но я не знаю, досугую еще. Второй Мерфи. Скинул в данной ситуации. Теперь, наконец, атака. Но Барри-то сыграл в защите. И смогли помочь ему коллеги. А Мерфи молодец. Вот тяжело он входил в игру. Сначала два литра мяча не забил, не проиграл. В игре оставил. Потом пару мячей проиграл в чистую. И вот уже, как бы, третий. И так, наверное, подряд. Дать ему ее исполнить. Вот мы чего не сказали, Иван, с вами нашим предвозрителям. Хозяин этого матча Андреоли Латина. Но игра проходит не в выходной. В городе из зале. Где они принимали своих соперников в ходе регулярного чемпионата. В городе Фруссиноне, это недалеко от Латина. Но именно здесь находится ближайший к Латине зал, который вмещает более 3,5 тысячи зрителей. Как мы в первом репортаже говорили. Там Мачарата в первом репортаже о полуфинаме. Мачарата в таких условиях была. Жестокие, на самом деле, требования предъявляют командным участникам решающих стадий плей-офф. Очень может это складываться, эти требования не в пользу. Очень неприятными они могут быть для таких команд-хозяев. И далее, как в финале Кубка ЕКВ. В похожей ситуации, правда, не из-за требований каких-то к организаторам, а оказалась команда Московской Динамо, которая играли в дружбе. И сперва не могли они нащупать привычную для них игру. В новом зале, знаем, что они играют. Обычно на улице Лавочкин, а вот новый для них зал. Подача может идти, вернее, не идти. Все там теряются, добиваются ориентиры. Конечно, в данном зале они должны как-нибудь зал не способиться, насколько они совершенно будут. Ну, то есть, настолько разные у вас зала динамские на улице Лавочкина и Лавниковской дружба. У нас тут 4-3. Сначала 3-й партии борьба завязалась. Тут трое Мерфи нащупал свою игру. Третья партия, поверил ему Сильвана Пранди и сделал. Это явно не зря, поскольку игра у польского диагонального совсем уже не шла. И хуже того, он слишком много мячей проигрывал сам. Как делает сейчас Хосе Мануэль Ривера. Игровщик уже. Ну вот, диагональный это все-таки основной игрок в нападении. И нельзя ему так часто ошибаться самому. А трое Мерфи, если и не выигрывает, то действительно не проигрывает так много сам. Вот последние, наверное, полторы партии характерны тем, что наконец Трента заиграла в защите. Начала тянуть вот такие мячи, которые не тянули, скажем, они в первой партии. Вообще вот такого не было видно и в конце регулярного чемпионата, наверное, в игре Трента. Прямо, что в нападении, в атаке, в нападении, на подачи и на блоке хватало для того, чтобы. Удивительно просто на Хальске демонстрируется это. Раз скинули, получилось второй стиль, и получили. Стражей был Фонтарена. Явно радуется он больше остальных, даже больше, чем штокер и его мостом. Другого сам. Не просто сейчас было пасовать. У него сотни лет. Благодарить, я должен за это на самом деле передачу Ревера и сам Пуэрто-Реканец. Сейчас команда готова благодарить пред самого Ревера. В этом положении просто репейтное. Ревера. Как вы понимаете, наша трансляция, наш репортаж идет в записи, поэтому мы имеем возможность познакомить вас с результатами еще нескольких матчей в итальянском чемпионате, которые сегодня состоялись. Но в первую очередь, нам, конечно, интересует второй полуфинал Кунио-Мачерата. Вы помните, первый, три дня тому назад, закончился победой Кунио 3-1. Сегодня Мачерата взяла реванш в 2-2. 15-13 в пятой партии. И 18 числа, а не 18 апреля, будут выявлять победителя в своей паре. Мы с вами будем наблюдать за этим матчем. 22-30. Думаю, что там будет очень интересно. Вторая четверка. Сеслей второй раз обыграл в пробу. На следующий раз насчет 3-1. И Чен Сатальфа победила второй раз подряд Кунио-Мачерата. Таким образом, в матче за пятое место, за то самое место, которое дает праву участия Киузова в будущем сезоне, встретятся сослеев Белона и попро-релиона-смечница. И кто следит за результатами в серии А-2. Там два победителя. В следующем сезоне. В серию А-1, высший дивизион. Карельяна обыграл Дженову 3-2. И Санта-Кроча выступил у Лоретто тоже 2-3. На подаче Джурич уже вторая подача в его исполнении. Фракас. У нас 3 атак. Последние несколько розыгрышей. Немножко проще ему играть. Вот было в предыдущей расстановке. Посмотрим. Ну и в этой как раз характерный момент, что против него крайним блокирующим был Рафаэль. Всегда это чуть проще для соперников Трента. Когда этот связующий находится на блоке. Правда, надо заметить, что не помог этот фактор в первой партии польскому диагональному Латино-Якобу Ярошу. Тогда как раз Рафаэль его закрыл блоком в одной из ситуаций. Фракас мы видим более осмотрительный. Трой Мёрфи. Причём не с передачи своего связующего какой-то другой игрок пасовал. Может, мы ещё это успеем понять по расстановке. И сам диагональный на подаче. И вновь трой. Замена пока себя явно оправдывает. Абсолютно. Причём оба и Бранди, и сам трой перетерпели вот тот начальный момент период вкатывания, когда игрок ходил в игровую линию. Пришлось резервному диагональному поиграть с запасным и с запасным вот этим связующим в конце второй партии с Мишелем Гемартом. Штокер из зоны четвёртого номера подстраховывают. И опять доигровка у трэнта. Лок ваут играет Штокер. Очень хороший эпизод. И обе команды были заслуживали успеха в нём, удачи. Ну вот, чуть-чуть более. Фарь удивительно на месте оказался вот в этой ситуации. Штокер в простой ситуации противоборства тройного блока. Нашёл наилучшее решение. Причём вот из зоны четвёртого номера очень немногие диагонально играют оттуда. Вот в этой позиции так же здорово, как и в своей родной второй зоне. Вот Штокер, наверное, принадлежит числу таких диагональных. Ну, у нас продолжается бенефис троя. И по линии на этот раз. Видимо, что нравится ему именно линейное направление. Ну, перед этим и вход несколько раз забил удачно. И в левую половину площадки попадал. Чуть-то зафиксировали судью Рафаэля. Из этого положения действительно здесь ошибка. Тяжело было. Тут он на передаче. Не очень высокий мяч. Далеко пришлось сбежать и разворачиваться через правое плечо на 180 градусов. Буквально Бибу он пасовал на миду бразильского связующего. Мне кажется, судья здесь все-таки придирался немножко. На повторе такой чисто явной ошибки не было заметным. Бирорелли. Не знаю, был ли в этой партии момент, когда одна из команд в основном это могло быть тренда. Проходило вперед больше, чем на два очка. По-моему, так они съемами обмениваются. очень ровная цепка игра. Нормально житто на подаче. на передней линии, между прочим, появился греческий центральный панталеон. Это не первое появление в этом матче. Каждый из партий он выходил. Большого дивидендов его команда заработала. Прэнта продолжает упор на эту замену производить. Выбили с приема сейчас Хосе Мануэля и Реверу. Тут же последовала ошибка. Трой пытался исправить сильным ударом в блок, но в блок попал сильно, но мяч отскочил в поле. 16-14 при таком счете в пользу. Прэнта проходил второй технический тайм-аут в третьей партии. Атака не получилась у Латиной, но и Трент не лучшим образом сыграл в этом эпизоде. Замечательная передача Даниэля Соттеля на своего диагонального. Троймерф атаковал на чистой сетке. Удивительная на самом деле ситуация, чтобы диагональный обманули Филиппа Ланса. Да, Ланса прозевал своего игрока. Фантарана правда обращается по-моему к штукру, но штукру причем совсем. Тут может быть диагональ, извините, центральному надо было немножко быть более осторожным, подвинуть немножко Лансу. Атаки не будет у Латины. Барри на месте оказался. Депандис тоже бдителен. доигровка у Трента. Только чуть не убивает Депандиса. Какой хороший эпизод, не правда ли? Последним вот этом моменте мяч буквально забился между рук у блокирующих Трента после атаки Косема 0 Ревера. Ревера спасает он этот розыгрыш. очень уже непросто ему там было атаковать. Ну, нам остается только еще раз сказать, что Латина молодцы. Как бы не закончился этот матч, очень хорошая команда, очень хорошую игру они демонстрируют и, в общем, по делам они заслуженно вполне попали в эту четверку сильнейших команд итальянского чемпионата. Трента вот так вот при такой активной поддержке Латина болельщиками нужно взять тайм-аут. Особенно мне бросается в глаза если попытаться смотреть будущее и пытаться представить команду Латина в следующем сезоне, я думаю, Депандис точно должен остаться в составе этой команды. Торо очень играет от Либера в защите на подстраховке и на приеме принимает пушечные подачи от Фонтарена от Козийского в первой партии. Не скажу, что безошибочно, потому что безошибочно быть трудно все-таки на фоне вот такой игры противника, но очень много пользы приносит он своей команде. Леон атакует ваут первым темпом. Не очень убедительно, не очень заряженный ударом шел. Ошибаются, конечно, многовато сами игроки и Латина. Мерфи пристрелялся ко второй зоне и с четвертым практически вроде бы не атаковал, поэтому отсюда такая, наверное, нестабильность. Рандер тайм-аут. 22 апреля на 22 апреля назначен вот тот самый victory day день победы, когда будут определен и чемпион Италии, и владатель пятой путешки в европейский кубок. Мы помним, что очень жесткий регламент итальянского чемпионата, там на стадии полуфинала команда играет до двух побед, а финал третий год подряд из одного матча. Насерев Пантелеон точен. Зуэль обыграл, хорошо показал плечами удар по ходу и перевод влево. Наконец Хосема Мануэль Ривера подавал полную силу, как он это умеет. Накрил там не было, конечно. Шипся, значит, Штокар. Просто ему тут было. Пытался он что-то придумать, атакую против тройного блока. Но следить за блоком он не имел возможности. Мяч приходил к нему вообще из-за пределов площадки. В защите играет Даниле Соттеля. Еще одна атака Штокара, но разозлили его все-таки. Лукус Жигадло окажется сейчас на площадке. Осталось понять только для чего эта замена. Перед этим он выходил вместо Рафаэля предыдущей партии на блок. Сейчас вроде бы еще не конец партии, не самый по крайней конец подачу. Очень понятная замена честно говоря. замена на блок понятна. Чем так особенно его подача. Если мы увидим вместо кого он вышел может быть мы и ближе будем к пониманию того зачем это было на рафаэль на площадке между прочим на площадке да теперь подает пантелеон греческий центральный барри справляется с приемом штокер блок ваут видимо да хотя так сетка трепыхнулась показалось что попадает он кажется в кармела житто то ли в голову то ли в руки но только показывался над сеткой центральной потому как он морщин похож что в голову у мерфи блок ваут сдается американский диагональный как глубоко занес арену как он когда сунул руки на сторону соперника османи тем не менее трое смог смог его обыграть и если я не ошибаюсь это второй тайм-аут тренда этой партии не просто она складывается для лидера цепились мертвой хваткой валиболиста латина своих соперников если уж не выиграть матч то хотя бы хлопнуть напоследок дверью вот тут это вы понимаете что-то очень условно можно понимать словно напоследок потому что в матче за третье место играть будет эта команда как-то так по привычке несколько снисходительно относимся к ним а ведь игру-то они демонстрируют очень зрелую берарейли допустим успел поднять руку но обработать мяч конечно об этом и речь вот это видимо выходил молодой либер даниэля дайли видимо 93-го года рождения в составе латины долго ему что-то объяснял селивана пранде вот на этом перерыве вот он оказался на нужном месте при игре в защите обработать этот мяч не было возможности настолько сильной была атака что там было касание сетки ума ну или гранули там не было касание сетки не в наших правилах обсуждать действия судьи то еще тоже не понравился этот эпизод вернее его трактовка с судьями ракас подавать двадцать один двадцать два впрочем игровка будет латины еще один спорный эпизод главное чтобы рукопаш не было не дошло посмотрим что было в этом эпизоде все понятно Хосе Мануэль Ривьера отыгрался да все было абсолютно правило сначала в руки а потом уже от рук мяч в антенну попал совершенно верное решение судей не думаю что у кого-то могут быть серьезные объективные претензии к судям за их работу видимо слишком разгорячены игроки тренда вот предыдущим эпизодом а даже не этим там где их по их мнению и по нашему в общем тоже немножко обделили не было там касание верхнего троса сетки там Пауэлл просит капитанов успокоить своих партнеров по командам вот рук чешского диагонального штукера мяч попадает в антенну Фракас по-прежнему на подаче 22-22 счет в третьей партии матча порочная подача Ланца на приеме кайп был от Хуанта Рене теперь Штокер в этой ситуации Штокер безупречен да именно вот так нужно отвечать на все все эпизоды даже на те которые люболисты кажется что они решены не несправедливы не в пользу его команды Пирорелли Депандис отлично принимает Трой Мерфи все хорошо делал передача хорошая прыгал хорошо заряжено но не попал в поле как бы это не стало роковой ошибкой причем не только в этой партии матче но и видимо даже в полуфинальной серии учитывая счет очень может быть 24-22 сетбол точнее даже два сетбола у Трента один трой отыгрывает несмотря на такие забавные движения Либера Латина Депандиса принимает он очень здорово так что планер летит очень неудобно приходится пристраиваться такой немного непонятной траектории вот и все так неожиданно и незаслуженно что же сделал Кармел Житто такая досадная ошибка дрожащей рукой отправил мяч за пределы поля когда не знаю не рисковать но хотя бы попасть в площадку чтобы дать возможность своим соперникам своим игрокам организовать что-то на блоке может быть рассчитывать на то что и соперник будет не безупречен но тем не менее как бы то ни было мы все понимаем что Трента в принципе сильнее и победа в этом в этой серии заслужена и ожидаема точно так же как и заслуженно и ожидаем выход команды Трента в финал итальянского чемпионата а вот кто будет соперником клуба из Трента мы узнаем 18 числа посмотрев за третьим полуфинальным матчем между у него и Мачератой 3-0 победила Трента давайте вам счет напомним 28-26 25-13 25-23 ну а мы с вами прощаемся желаем всего доброго до свидания 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 Продолжение следует...